Увлечение реставрацией в семье Сергаевых началось вот с этого комода. Его энтузиастки нашли рядом с разрушенным домом в центре города. У него был совершенно гнилой низ, совершенно вот таким жучком, грызенный зад. Но дочь моя взяла, его обрезала, каждый ящик обрезала. И когда я его вышкурила, я поняла, что это очень интересно. Ведь здесь на каждой ручке написано «Артель – красный кустарь». Я поискала в интернете. Все эти артели во времена НЭПа были. Сейчас в доме реставраторов-любителей шесть обновленных сундуков, пять комодов, два серванта, диваны, столы и несколько венских стульев. Особую гордость представляет вот этот шкаф. По форме он напоминает каменный замок с подвесным мостом. Когда-то сверху размещались и башенки. Во время реставрации выяснилось, что шкаф ручной работы, собранный каким-то рабочим авиационного завода. Об этом говорили особые гайки и штемпель на оборотной стороне фанеры. Того, кто собирал этот шкаф из заводских деталей, могли и посадить. В газете, найденной за зеркалом, было выступление Никиты Хрущева по поводу советского кризиса. Так и выяснился возраст шкафа замка. Середина 50-х годов прошлого века. Изрядно помучиться пришлось в трофейном пианино «Заря». Инструмент черного цвета решено было перекрасить в белый. Ой, а вот так черная, вот эта сажа течет, она же резиносодержащая. И вот тут ремонта нет. И она говорит, кто пойдет за детьми в школу. Ты отмываешься или я отмываюсь. Потому что отмываться это время, надо же закончить работу. Сыновья увлечения мамы и бабушки поддерживают. Оба занимаются музыкой на отреставрированном пианино. А недавно старший Семен принес в дом сломанный кларнет. Найденный на заброшенной даче. Теперь в семье мечтают починить старинный немецкий инструмент. Вот только лобзиком и краской тут не поможешь. Чтобы вдохнуть жизнь в духовой инструмент, требуется помощь музыкального мастера. Надежда, вы меня вдохновили. Вот если в моих руках окажется в неопытных вот такая вот старинная мебель, как можно будет ее довести? Если уж не до совершенства, то хотя бы до приличного состояния. Но самое главное, вот не надо пугаться. Если это натуральное дерево, не бойтесь мочить. Не надо, конечно, долго держать. Вы помыли щеткой, поскребли. Все это чистенько высушено. Все вы зашкуриваете. Вот таким вот образом вы зашкуриваете. То есть просто до дерева, да? Да, просто до дерева. Вы положите с ней краски. И у вас получится уже вот такой вот грунтованный стул. От реставрированных вещей так много, что в доме они уже не помещаются. Надежда и ее мама решили создать музей старинных вещей для детей прямо на территории собственного участка. И помещение уже имеется. Вот этот деревянный домик, в котором семья жила, пока строился новый. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok